Женщину в её психологическом давлении. Что, на ваш взгляд, происходит? Что мужчина испытывает? Нервничает? Чувство вины? Ещё что мужчина может испытывать в этот момент? Женщина придирается, если он мало приносит денег, по её мнению. Тогда придирки по всем фронтам. Защищается раздражение. Правильно. Чувствует, что нарушается его зона комфорта. Бесятся от этого. Правильно. Правильно. Как вы думаете, можно ли жить без конфликтов вообще? Хочется верить в чудеса. Я в них верю. Пишет Алиса. Да. Давайте рассмотрим, насколько естественно или противоестественно, что в отношении существует конфликт. Я скажу своё мнение, да, что конфликт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Конфликты были, есть и будут. Конфликты – это спор интересов. Конфликт – это отчасти момент кризисный, который иногда наступает в любых сферах деятельности человека. Человек занимается творчеством. Человек занимается творчеством. Раз – наступает кризис. Неминуемо? Неминуемо. Но кризисы бывают как деструктивными, после которых человек складывает ручки и ничего больше не хочет делать. Либо человек через кризис приобретает нечто большее. И происходит некий прорыв, другое видение ситуации, другое понимание того, что он до этого делал. То есть, если мы понимаем, что кризисы бывают как деструктивными, так и конструктивными, так и конфликты. Конфликты бывают разрушительными, через которые женщина нудит, нудит. Она все больше, все чаще себя демонстрирует через эти конфликты, как меркантильную особу, как особа, которая заинтересована только в том, что волнует ее. Вот она себя проявляет, потом в бегудях начинает кричать, потом она уже за собой не следит, и потом уже выливается это в такое, что мужчина просто не может ее видеть. Через накопленные конфликты мужчина видит, насколько он, куда он попал. Почему он выбрал эту женщину? Да? Вдруг открываются его глаза. Но, понимаете, дело в том, что проблема не в том, что конфликты существуют. Проблема в том, насколько мы умеем их проживать. Насколько мы умеем правильно вести себя в момент конфликта. Насколько мы умеем понимать интересы другого человека. Насколько мы учимся слышать или, скажем, договариваться в процессе выяснения интересов друг друга. Но женщине свойственна одна такая вещь, как сама задала вопрос, сама ответила и сама сделала. По ходу, приняла решение. Да? Ну, например, так, куда нам прибить эту картину, говорит женщина. Так, сюда. Так, где молоток? Да? Сама спросила, сама ответила, сама приняла решение. Там, где женщина активна, она же и жертвенна. А почему? Потому что берет все на себя. Как она говорит, на мне все. У меня трое детей, один из них мой муж. И когда женщина в порыве, так скажем, разгара выяснения отношений пытается что-то говорить и видит, как мужчина отчасти отстраняется от выяснения отношений. Да? Мужчина не любит выяснять отношения. Не любит. Но женщину берут эмоции вверх и ее зашкаливает. Зашкаливает она не может с собой управлять. Она не может удержаться от излишних реплик, от язвительных реплик, даже от оскорблений. И через такое поведение, через поведение, скажем, скандальной особы, она медленно и тихо подписывает себе приговор. Вместе с этим нарушается доверие и, конечно же, уходит любовь. Скажу вам больше, от того, как пара проживает, переживает конфликты, зависит и будущее их отношений. Женщина способна повернуть отношения так, что мужчина будет ее тихо ненавидеть. Возьмем, к примеру, отношения в гражданском браке. Их совместная жизнь началась по причине взаимных удобств и, как им казалось, любви друг к другу. Они проживают какое-то время вместе. И по мере привыкания к быту, кастрюли, кухня, приготовка, магазины, работа, привычки, да, крышка унитаза открыта или закрыта, форточку открыть или закрыть, да, желание друг друга. Он хочет смотреть футбол, она хочет смотреть сериал в одно и то же время. Телевизор один, поделить сложно. Вместе с этим люди учатся либо уступать, либо отстаивать свои интересы. Хочу отметить несколько видов конфликтов. Это как скрытый конфликт в отношениях и он характерен по признакам молчания, недоговорок, но при этом недовольная сторона обязательно проявляет свою раздражительность. Нередко бывает следующее. Та сторона, которая раздражается, будь то мужчина или женщина, может до конца не осознавать причину своего раздражения. именно поэтому сторона, которая недовольна, да, чем-то не может проговорить, что за проблема, что за причина. Чаще всего это мужчины. Они не знают, как проговорить свое недовольство и вместе с этим думают, ну что я не пойму, она меня так раздражает. есть открытый конфликт. Открытый конфликт характерен тем, что обиженная сторона стремится проговорить проблему. Женщинам свойственно. Я ему все скажу, я ему все выскажу, говорит женщина. И она обозначает то, чем она недовольна. Нередко такие конфликты заканчиваются выяснением отношений на повышенных тонах, упреками и даже физическим надругательством. Конфликты могут быть смешанными, как, например, начаться с молчания и дойти до криков. Или наоборот, начинаются с эмоционального взрыва, претензии, выражения претензию друг к другу и потом переходит в игру под названием молчанка. И люди могут молчать по несколько дней, несколько недель, а может быть даже и больше. Мы сейчас не будем останавливаться на типажах, да, или характеристиках, или кому свойственна конфликтность, да, сама по себе природа конфликтности. Есть люди, которые по своей природе конфликтны, их нужно понимать, их нужно знать, и это мы изучали и будем изучать в теории любви. Так вот, когда женщина прибегает к атаке слов, аргументам причин и доказательствам тому, что она права, мужчина в какой-то момент чувствует, что ему выносят мозг. Давайте рассмотрим признаки, с чего начинаются конфликты, как они выглядят, причины, почему женщина допускает конфликт, мы обозначим совершенно четкие причины, которые побуждают женщину на конфликт, почему она это делает, какой вред несет в себе деструктивный конфликт и отметим, какова польза конструктивного конфликта. Существует ли возможность остановить разрушительный процесс в отношениях между мужчиной и женщиной. Итак, признаки. Вернемся к примеру гражданского брака. Как мы уже говорили, по мере привыкания друг к другу между мужчиной и женщиной рано или поздно возникают разногласия. Например, женщина говорит такую вещь, как «Почему мы никуда не ходим? Давно никуда не ходили? Раньше ходили, теперь не ходим». «Знакомое требование?» Мужчина не знает, что ответить. Чаще уходит от ответа. Или более уклончиво ведет себя. И чем уклончивее мужчина, тем упрямее женщина. И даже если мужчина сделает попытку объяснить, сказать, «Ты знаешь, я занят, много работы, женщина найдет чем парировать. Но ведь ты же с друзьями находишь время встречаться». Мужчина объясняет «Они мои партнеры по бизнесу, мне нужно обсуждать с ними дела». «Дела», говорит женщина, «В баре с выпивкой с блондинками дела». «Да?» «Так потихоньку коварным образом женщина залезает к мужчине в самое внутренности». То есть то, о чем она говорит, это бесспорные факты. Но целесообразны ли ее вопросы, которые она перед ним ставит? давайте рассмотрим, что побуждает женщину вести себя подобным образом. Да? Чаще всего это внутреннее напряжение эмоциональное, которое у нее накапливается по ряду причин. Мужчина про себя думает, ну неужели есть смысл ругаться по причине того, что мы никуда не ходим, зачем она доводит меня до белого коленя. Но женщина не уступает. Почему? Потому что у нее есть причины, по которым она себя так ведет. Давайте рассмотрим ряд причин, почему женщина начинает себя так вести. Какие ваши варианты ответов? Отсутствуем внимания. Правильно! 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 Дело в том, дело в том, что у женщины в гражданском браке незавидное положение. она исполняет обязанности жены, на которой никто не женился. Знакомое чувство? Она стирает, готовит, ходит на работу, спешит домой, создает уют, порядок, делает все, что от нее зависит. Но как ведет себя мужчина? Мужчина приходит когда ему нужно, уходит когда ему нужно и делает то, что нужно ему. Она сохраняет роль примерной хозяйки как будущей жены. Свободные пацаны. Для женщины в приоритет должествование и обязательства, для мужчины в приоритет свобода выбор он по-прежнему имеет возможность знакомиться где-то с другими женщинами, а если женщина будет себя так вести, это будет расцениваться как девушка гулящая. так вот по причине того, что женщина чувствует себя не столь востребованной, по этой причине у нее есть все основания для волнения. Напряжение растет, недовольство растет, и рано или поздно через какие-либо придирки или язвительный тон или что угодно, через тот же вынос мозга женщина пытается мужчине доказать неравность их положений. Какие еще причины есть? наверное не стоит останавливаться на причине такой как ПМС да синдром который создает на физиологическом уровне на гормональном уровне создает напряжение в нервно-психической сфере и от этого женщина себя ведет непредсказуемо и нервозно на этот период чаще всего выпадает конфликты и скандалы если вы замечали хочу отметить биологические часы будь они неладны разве мужчинам понять что такое биологические часы все мы знаем что время для рождения появления детей у женщины уходит безвозвратно женщина 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 срываться в крики скандалы упреки по причине того что мужчина обходит разговоры о появлении будущего ребенка в их отношениях тем более если у этого мужчины уже есть дети от предыдущего брака еще хочу отметить причину такую как эффект противостояния эффект противостояния чем больше мужчина уходит от разговора тем больше женщина нагнетает обстановку чем больше мужчина делает попытку объясниться тем больше женщина находит аргументы против подросткам свойственна такая манера взаимоотношений да но отчего это происходит вокруг чего создается это внутреннее напряжение женщина сомневается в чувствах в искренности чувств своего партнера недоверие побуждает ее к тому что она срывается и выговаривает ему все что она о нем думает нет часто мужчинам непонятно что стоит за женскими эмоциями потому что у них все более логично все оправдано все конкретно все понятно и мужчина чувствует что женщина в буквальном смысле достает его в итоге женщина прибегает к ультиматуму либо ты ведешь меня на свою деловую встречу посмотрю на твоих друзей и на блондинок в том числе либо не возвращайся домой то есть женщина провоцирует мужчину либо на агрессию либо на то что он просто уходит хлопает дверью и временно живет у друзей родителей или знакомых хочу отметить очень важный момент как воспитание